всем большой приветик я сейчас иду на остановку в общем как вы думаете куда я сейчас поеду поеду я сейчас в больнице делать себе прививку в общем решилась я вообще должна по идее было 1 июля ехать на эту прививку от к вида но так сложились обстоятельства не вот эта одышка было приступ в общем я это все рассказывал своих видео вот пока сюда на не встану что солнце не засвечивала вот и у меня короче я перенесла на запись на сегодняшний день вчера тоже была у терапевта разговаривала представляете тебя из больницы вышла в десятом часу вечера мы короче после пляжа заехали домой я быстро сполоснулась переделась и поехали где-то по 7 вечера мы уже были в больнице потому что мне назначили с двух до семи сказали по живой очереди можно сказать к семи часам приехали под конец уже дня приемного смотрю там народу вообще такое ощущение знать как ран утром приходят вот эти на анализы все эти в общем целый коридор народа я вышла самый последний после меня еще за мной приходили занимали люди но я так поняла не уже не стали ждать сидеть куда-то не делать я в общем из больницы вышла самый последний вот оставалось только терапевт и медсестра даже уборщица тоже пошла домой потихоньку пойдет а у меня сейчас могу не успеть маршрутка вот и в общем я с ней поговорила она меня записала к неврологу вот по поводу того то что вот нехватка дыхания на готова свидать какое-то защемление идет в общем вот послезавтра пойду к неврологу вот хотя там записи не было на ближайшие две недели на ногах я вас запишу как прошу чтобы она приняла за что я огромное спасибо в общем это сейчас на прививку конечно есть немножко переживаний потому что разговаривал много с людьми кто за кто против всех мнений расходится ну честно скажу я за прививки блин хотя я и переживаю но для меня вот чисто для меня это такая же прививка я ее расценю какой там от кори да там от ветрянки то есть особо таких переживаний нет так немножечко я уже дома тоже на самом деле давно приехали уже часа два назад как вернулась домой в общем давайте расскажу свои первые впечатления про прививку маме если кому-то интересно будет в общем приехал я туда сначала зашла в кабинет я сначала заполнила бланки которые лежат возле кабинета было два бланка в общем я его все данные на то что согласны не согласна там в общем болел чем ранее там пишешь да нет ну там задаются вопросы все подходит твоя очередь несмотря на то что я была по записи там живая очередь но народу немного на самом деле был в этот кабинет я зашла она посмотрела мои данные в общем дала такой листочек и педитами второй этаж такой такой кабинет тут я поднимаюсь на второй этаж не сразу хочу сказать не спрашивали как себя чувствуешь там как анализы как черно в общем нет никаких вообще вопросов никто ничего не задавал поднимаясь я значит на второй этаж и танцы коридор народу я спрашиваю все на прививку да где-то вы на какую 1 2 этап у меня перья она значит вам повезло вас всего три человека а на вторую прививку сейчас немножко убавлю эту щепенье будет она все короче основная масса людей было на вторую прививку там просто столько народу я не знаю вот мне кажется человек 30 даже может побольше это на вторую прививку ну в общем на первую прививку на то тролли четверо что я подошла и после меня надо где четыре человека нет то есть они делают прививки в одном кабинете там подошла вторая медистры они говорят там допустим на первую там заходит на по очереди кто на 1 на 2 там кто на 2 идет в общем на 1 на самом деле кто заходил там очень быстро буквально там две-три минуты ты выходишь а на 1 там что-то они убивают в компьютер что-то заполняет в общем после этого делают прививку потом опять какую-то ставят печать или дать сертификат выдают на 2 там они заходят на минут 7 10 то есть на 1 там зашел вышел ну то есть вот так быстро и все я зашла в общем она писала мои данные сделал мне в прививку я как бы старалась держать себя в руках не переживаю думаю но люди тоже не дураки думают целый коридор прививка не от того что знаете там большая часть массы людей то что требует на работе не там разных возрастов были там и бабульки уже были то есть разные в общем все сделано меня у него спросила просто я говорю если поднимется температура грамм может быть процитамолкина да да и назвала дату в общем мне теперь 3 августа на вторую прививку идти не знаю я знаете вышел такая после этой прививка к иначе окрыленный прям уже не знаю конечно как бы последствия я верю то что все будет хорошо будем надеяться на лучше понятно кто-то скажет то что они не разработаны эти прививки это все понятно я вот честно сказать свои ощущения себя чувствую под какой-то защитой теперь ну ну не знаю мне как на душе стало проще я не знаю как там у меня ночь пройдет завтрашний день сейчас мне хорошо единственного рука немножко побалит когда приподнимая но вот место прививки а так не знаю я надеюсь что все будет хорошо разговаривал там девчонки тоже сидели с ними разговаривать кто на вторую прививку я у них спросила гоночок а после первой прививки в основном но все говорили кто-то вообще без последствий вот одна девчонка сказал как у меня это единственная поднялась температура пом 38 и две ночью именно и это очень сильно болел голова но я не пила не таблетка ничего как я вот на утро встал и все больше никаких побочных эффектов не было ой ладно я надеюсь то что все будет хорошо главное в это верить тут не угадаешь по крайней мере нужно сказать бороться за свою жизнь я всегда была за прививок не знаю я как бы свою точку зрения не хочу никому навязывать я зал прививки в общем скажу так и я уже вам завтра с вами поделюсь ну как мне вообще прошла ночь как я себя чувствую надеюсь все будет хорошо главное верить в лучшее так я в общем хочу очень есть еще нет утром съел один бочеробродов и с маслом вот и заморозки сейчас достал вареники от которые я сама лепила насыплю жене сказал не будет я уже омлет поел видать я была в больнице он себе делал так а и в общем мне в комментариях писали то что по поводу аквадетрим капли то что 8 капли это но большая доза я вообще вчера вечером ты говорю в девять часов попала к терапевту и спросила говорю вот у меня эндокринолог говорю назначила вот эти капли я горят таблетки потом играми закончился я перешла на каплю она сказал ничего не надо пить никакие на эти как они фу магний больше из форта он говорит не надо хотя нет эндокринолог сказал надо никакие вообще гаде какие препараты не пить я и показала анализы говорю она сказала то что у меня кальций понижен ангел все вас в порядке ангел все сходите к неврологу ангет она посмотрит если что она выпишется препарат ничего горит пить не надо я вот сережка ну как он у кого слушать и это посмотрел терапевт сказала анализа хороший эндокринолог сказал все хорошо кроме кальций надо повысить я его не знаю в общем терапевт не скопить ничего не надо нет я сегодня ничего не пила в общем схожу к неврологу посмотрим что нам не скажет вот так что такие дела будут вас держать в курсе я приготовила такой вкусненький пирог смотрите какое тесто получается мягкой пористая но знаете такую как влажную знать как в тортиках есть бисквит такой как с пропиткой вот тоже самое получается готовится буквально там две-три минуты на замес теста уходит получается очень вкусный рецепт я сняла более подробно свой второй кулинарный канал кто не знает называть он вкусный кухонь к так что если вам интересно как я готовила данный пирог переходите смотрите готовьте вместе со мной мы сейчас опять на эту прудку искупаться сидят там все же поехали 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 я говорю вот вы будете паться я буду слюной сходить на вас смотреть но ничего сейчас немножко солнышко скрылся вон там себе в теньке постелила они с димка купаются а а я сижу завидуем потому что прививку нельзя мочить вот на той стране смотрю много народу там в принципе всегда много там план в кустах сидят пусть не видно за кустов там народу ездить еще из-за чего много вид там такая типа паровоз и там рельс проходит вот видите там тип такая как вышка такие бочки деревянные сколоченные на столе все залазят оттуда прыгают поэтому и большая часть народу себя на той стране там поглубже берег такой пошире чем же здесь ой мама ничего даже такого не брали буквально на часок приехали на сплотенце висит на ветку вот на все вон салонный коврик постелил ну истекаю вот Давай, влазь, где там у нас полотенце? Сейчас я в полотенце стану Сюда иди Назад Давай, в поле Давай, в поле Смотри, у тебя машина утонула уже, Дим Поплав, Дима за ними бежит Иди ко мне, сиди со мной, Дим Адю, адю Адю, адю 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 Адю